Сбегала в магазин, купила шрот раздоропши, печень лечить. Это коти. И вот у меня всё позаканчивалось, то, что я пью. Я обожаю цикорий, и вот такой шиповник полюбила. Купила себе, чтобы по утрам пить. И купила корень имбиря, тоже полезный, я люблю, буду добавлять. Ещё до Нового года на Алиэкспресс я себе заказала подставку вот с таким световым кольцом. Наверное, у всех уже блогеров она есть. У меня всё не было. Вот, она пришла у меня вот в таком виде. Я очень расстроилась, то, что этой подставки самой нету. Прям расстроилась, занесу, позвонила, говорю, 2000 отдала. В итоге, не буду никогда с этого Алиэкспресса заказывать, говорю, пришло без подставки. И вот вчера, представляете, в почте уведомление, что ещё одна посылка вот сейчас получила. Вот она, подставка, пришла, слава богу. А то я думала, 2000 у меня просто так ушли. Их, видимо, разделили на две части. Сейчас я соберу и покажу, как это выглядит. Ну, в принципе, всё уже, наверное, знают. Ой, я, похоже, разобралась. Вот как-то так это должно быть. Единственное, что я думала, она повыше. Ну, где-то полтора метра всего. А заявлена была метр восемьдесят. Ну, там, может быть, ещё с ножками что-то не может быть, а, скорее всего, можно сделать. Но я пока не разобралась. Привет, ребята. Я собралась делать плов. Вот мяско достала. Тут у меня ребрышки такие. Сейчас Марина звонила. Моя заловка вот эта вот, тёмненькая, которая. На. На, иди ешь. Про которую в комментариях-то спрашивали. Сейчас, говорит, в гости приду. Хотела сегодня на Уфу уехать. А нет билетов. Не уехала. Я решила приготовить плов. Сходила на почту, забрала вот эту вот посылку, которую сейчас я вам показывала. Подставку. Вот теперь на подставке телефон. Так хорошо. А тут всё я Дениски на этот таскала. Инструмент, уровень. На нём у меня стоял телефон. Сейчас намного удобнее. Так, ребрышка. Сварю сейчас плов и сделаю салат из крабовых палочек. Ничего, потому что я не делала в празднике вкусного такого. Ну, вчера вот к тренеру заходили. Там пельмешки, салаты всякие. О чём хотела поговорить. Появились и на моём канале. Даже дождалась. Неадекваты. Хейтерами назвать. Мне кажется, много чести для этих людей. Это не хейтеры. Это просто, я считаю, неадекваты. Потому что, потому что то, что они пишут, ну, это полный неадекват. Я вообще в шоке, конечно, над этими людьми. Я, конечно, блокирую. Не всех блокирую. Ну, те, которые, вот я вижу, что люди неадекватные. Вот одна мне первого числа там два раза писала. Ну, представляете, первое число, да? Все празднуют. Все с родными. А человек сидит и смотрит все мои видео. Причём пишет, что они все у меня скучные. Все. Пересмотрела. Или пересмотрела. Там фиг знает, кто за этим. Ни никами скрывается. Не знаю. Пишут мне, что я бывший адвокат, который что-то где-то накосячил. Короче, люди... Стеша, не трогай. Не трогай. Это не для тебя вообще. Не трогай вообще. В общем, видимо, эти видео-то пересмотрели. Там, где я показывала, кем я работала. А мозгов отличить с помощных и судьи от адвоката не хватает. Я думаю, если нет мозгов, и ты хочешь что-то написать, вы бы хоть загуглили для начала. Я вот просто... Мне интересно, да? Вот я тоже на ютюбе много кого смотрю. И знаменитых таких блогеров. И вот в нашем кругу. Ну, у которых там тысячи подписчиков. Чуть больше. Я, вы знаете, вот от многих отказалась. И знаменитых блогеров от многих тоже раньше смотрела. А сейчас перестала. Мне стало скучно или там неинтересно. Или как-то они меня не устраивали в чем-то. Я от наших, от многих отписалась. Но мне вот просто вот даже... В плане того, что... Мне неинтересно, я отписалась и дальше пошла. А людям ведь... Они смотрят. Смотрят. Пишут всякую ерунду и дальше продолжают смотреть. Зачем? Спасибо большое за пожелания. За пожелания... За пожелания на Новый год. За пожелания... Там... Моей сестренке писали. Я сказала, что в больнице кто смотрел. Написали, чтобы выздорове было. Большое спасибо вам за эти пожелания. Она у меня вообще часто сейчас болеет. Потому что... Она у меня развелась. Развелась очень тяжело. Пережила тяжелый развод. Попался нам один козел. Детей, слава богу, у них не было. Развелись очень плохо. Благодаря... Сами понимаете, кому. Очень тяжело она переживала. Она там одна, тем более. Нижневартовские. На севере она живет. Так как сильно стресс пережила, у нее постоянно вот сейчас вот эти простудные заболевания. Пневмонию. Ну, она... Большая часть нервов, конечно. На самом деле, я вам сейчас открою рецепт приготовления вкусного плова. Вкусный плов у вас получится в том случае, если у вас хорошая посуда для его приготовления. Это уже на моем области проверено. Должна быть посуда. Это 80% успеха. Ну, попробуйте и вы поймете. У кого плов не получается, как и у меня. 10 лет у меня не получался. Когда у вас хорошая посуда, хорошая сковородка, у вас получится классный плов. Если у вас к сковороде или к посуде, в которой вы готовите, пригорает, не жарится, а именно вот тушится, как это сказать. Если у вас после приготовления весь рецепт прилип к дну, все, это не плов и это не посуда для приготовления рецепт. Я готовлю вот в обычной сковороде антипригарной и он у меня отлично получается. Вот видите, морковка, она прям должна вот пожариться, ведь еще она не жареная. Мясо тоже. Так, ну вот так достаточно, вот до такого состояния. Теперь высыпаем рис. Я мешаю. Вливаю водой. Чуть выше риса. Добавляю на минимум. И вот так. Вот и все. Клоп готов. У меня еще беленький получился сегодня. Вот такой аппетитный. Здравствуйте. Я свином. Из посуды. Не знаю, тебе позвонила мне тебе. Там девочка открыла дверь. Нет. А, вообще-то. Мы будем отмечать дальше мой выбор. Изабелла. Прекрасная. Прекрасная? Серьезно? Ага. Сходи. Блин, я только валерьянки напилась. Интересно, валерьянку свином. Может мешать? А что ты сейчас валерьянки пьешь? Не знаю, что ты колбасить сегодня весь день и всю ночь. Надо, наверное, выпить все-таки. Чтобы не колбасило. Ну. Это, короче, посуды. А что они по крану уехали? Ну, они же завтра гулять идут. Едут. У вас, кстати, тут это, да? Тоже олень стоит, я смотрю. Да. На соседнем подъезде красиво. Так, это кто-то... Это ЖКХ-пас? Ну, вот... Да, да. Управляющая компания поставила или кто-то из жильцов? Управляющая. Прикольно так. Светится такой красивый. Я еще тогда думаю, оп, я подъезду, меня шуручу. Сначала я лену вынесла. А меня на крыше выставила. Ваши вам был. Выставила вживую, он за вас стоит, да? И вот только включить надо. Ну, если у вас нормальный штопор, то смогу. Если там не какой-нибудь самодельник. Не знаю. В виде вилки. Тогда нет, тогда не смогу. На кейм, кстати, нормальный, такой хороший штопор. Вот я как раз про идею подумала. Вот мужиков нету. Не хватит они. Я, по-моему, сейчас пробку, все. Пока мы будем на дружине. Вставать на охоту. О, я же запахалась. Ну, его можно назвать тортском, конечно. Ну, нормально. Какой нормальный. На улице так хорошо. Да, там вообще красота, красота. Гулять. Ну, правда, дороги плохо чищены. Да, вчера мило какая. Да. Вчера, когда обеда мило. Потом-то мы ходили, гуляли уже вроде как-то. Ну, короче-то, тортом его не назовешь или тортом. Ну, что-то, не знаю. Ну, не получился он у меня. Это, крем не получился. Я вначале старалась, делала. А потом уже я психанула. Не стала ничего делать. Больше там украшать его даже не стала. Ну, если честно, мы его так до него и дел не дошли. Ну, а что мы с папой вдвоем обулилили-то? Кошечка уже как ветром сдула. Она уже у папы там сидит, да. И скучно. Все. Не хотели его подозреть. Ну, у меня столько номеров его. И Денис. И Денис. И Ден. И сынок записано. Ну, мы не Денис, не знаем. Да, и вот я уже оставила. Вот он как-то с последнего позвонил, вот со вчерашнего. Вот этот ты оставил, у него больше нет. У него еще бела есть, о котором можно использовать. Ну, короче, вот я уже эти те все удалила, оставила вот этот только. Вчера хотели позвонить, а столько номеров, даже не знаешь, на какую звонить. Ну, один напишите, не с севера, а один просто здесь, и все. А у меня теперь всего один, с которым он вчера позвонил, тебе удалила, потому что у меня столько там было. Стешка, с Новым годом тебя. С Новым годом тебя. Стишулька, а с Тишулькой. С Новым годом тебя, с Новым годом. Всю ночь боялась фейерверка. А, ну вот, а Юлька-то вчера домой уже уходила с больницы? Игорь, тоже. Как идем? Как начали, говорит, долбить эти фейерверки. Они, говорит, вначале меня обложили, лежат, говорит, со мной эти кошки. Как началась стрельба, они, говорит, все под диван забились. Ну ты тоже боишься. Так она мне звонила, там, знаешь, такая стрельба идет, я говорю, у тебя окна, что ли, у нас лишь открыто, она говорит, нет, все закрыто. Вот, знаешь, гремит, аж все как хананады какие-то. Абсолютно, наверное, покупают. Ну, и там такой, так бахает. Я говорю, а кошки-то откуда могут знать эту пальбу инстинкт, что они, по-моему, никто не стрелял. Они просто боятся. Да, и вот, вот, руку. Сильно, охлёдно, жесткий. Надо ведь сахар. Не сравнить. Я говорю, другая. Пошли, естественно, пойдем. Не мягкой. Не мягкой, говорю. Папик, не сравнить, что мы купили. Да. Знаешь, почему не сравнить и рыб? Мы, которые купили, в банке есть там такой рассол, как вот рыба в рассоле, да? А это вот именно масляничный. Как белок такой, как масло. У нас такое ощущение, что ешь вот прям рыбу. Лопается вот эта вот икринка и прям как будто масло. А у нас такое ощущение, как будто рассол. Нет, вкусно очень. Ммм. И оно прям рыба припачивает. А у нас совсем другая. Это учесть, что мы ее замораживали сколько раз. Он вез замораживал. Потом на шоссе не заморозили. Потом я разложила заморозила. Это уже третий раз я ее замораживала. Ну вот, я ей ничего супер заморозила? Нормально, да? Ничего. Умм, а что за морозили? Вкусно. Опа. Мне тоже понравилось. На март месяц я еще заказала. Кофе в морд. Вкусня. Вон, прям ими, ну как надо. И не соленый свинок. Ну да, она не соленая, она пересоленая. Мне хочется немножко. А сколько больше стоит этот вот? Тысяча шестьсот. Полкило, тысяча шестьсот, да? Ну это не дорого сравнительно, какие цены-то, да, в этом? В магазине. В магазине даже не грязь сколько? Ну вот, даже по виду, я думаю, да. Сейчас банки покажу. Я заложила. Ну, ничего не круто. Она жирнее много. Грустно, да? Угу. Видишь, она там загнураживается? Угу. Ну как? Она крупная. Она красивая такая. Она без воды. Понимаешь, нет, воды нет. Это ладно, пошифру. Не ешь, я ж тебе сдавала. Она не ест закрую, да? Нет. Ну, все, что-то тогда вообще. Ну, что бы я взяла. Ну, вот это предновогодняя суета. Вот, ты знаешь, мы, наверное, сами такие, но себя же не замечаешь. Вот, ты знаешь, вот просто так возле этой стороны смотрят, а вот все бегут, бегут, бегут. В магазинах, знаешь, народу на кассах не протолкнуться. Зеленый горошек хватает, это, знаешь, фасоль хватает, ананас хватает. Ну, они каждый божий день лежат, эти вот продукты. Такое ощущение, что год люди не едят, да, а потом как будто все за одну ночь решили съесть. Не, мы сами тоже такие же, наверное, но правда вот это вот бегут, бегут, вот это вот суета, а первого числа, да, вот город как будто замер. Я говорю, вот мы к тебе сюда шли, тут еще вот, ну, я считаю, время идет, и то, что здесь немножко стройка, видать, по молодежный район, еще где-то кто-то ходит, кто-то пьяный откуда-то идет, кто-то еще и трезвый идет. А у нас там вообще тишина. Мы вот вышли с подъезда, вот вообще тишина. Замер город. Вообще еще спят, наверное. Ну, наверное. Нет, вообще сам по себе вот Новый год, он какой-то странный праздник тем, что вот на любой другой праздник, вот как, ну, люди собираются вот там в обед, к обеду там кушают, там что-то и справляются. Сейчас еще до последнего оставляют. А это... И вы 31 все думают, давай приду. А это вот, да, а это вот знаешь, это, весь день суета, готовятся, устанут, да, время 12 часов, спать по организму уже требуют, да, спать ложиться, да, а тут нас только есть начинать. Когда уже в тебя не лезет ничего. Вот это уже за праздник. Мы вчера 9-9 не жалели. Ну и... Правда, ну что у меня было? Два салата для шашлыка. Шашлык делаю возле дома? Ммм, вкусно. Попияшь, если будешь кладезать. Как будто он не очень застыл. До встречи. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok